И я не согласен. Потому что самый главный мотиватор в этом бизнесе, который имеет так много нюансов, наш бизнес очень, план успехов, например, первый, да? Вы поняли, о чем мы говорили, когда она сегодня презентовала? Честно? Нет, конечно. Единственное, что вы понимаете, что есть деньги в счет. Тем больше я работаю, тем больше денег у меня. Правильно? Конечно, несколько из вас, конечно, были профессорами или что-то, и поэтому вы понимаете план успеха. Но на самом деле нелегко. Наш бизнес может быть простой, но нелегкий. И это не потому, что план успеха сложный, или потому, что у нас широкий ассортимент, много продуктов. Это не потому, что мы работаем в многих странах. Почему наш бизнес простой, но нелегкий? Потому, что мы работаем с людьми. И, может быть, более важно, потому, что мы работаем сам себе. Правильно? И поэтому самый главный мотиватор в нашем бизнесе, кто это должен быть? Сами, правильно? Очень-очень важно. И поэтому сейчас я хотел бы вас поблагодарить. Но более важно, я хотел бы, чтобы вы поблагодарили сам себя. Чтобы вы сами себя показали, какие вы хорошие. Как вы каждое утро должны себя показать, какие вы хорошими, добрыми, красивыми, лучшими. Потому, что каждый день, когда вы начинаете ваша работа, вы знаете, что бизнес простой, но нелегкий. И поэтому каждое утро вы входите в ванны, чувствуете чуть-чуть, и вы видите в зеркало кто? Нет. Вы видите ваш президент. Президент вашей жизни. И сейчас важно, чтобы вы сами себе показали, как вы любите сам себя. Как вы считаете, что вы лучшими, красивыми, добрыми, богатыми, успешными. И я хочу у вас услышать. Дай себе такой аплодисмент, как достойно вам. Правильно, правильно. Потому, что нет лучшего мотиватора, чем сам себя. Вы глубоко знаете, кто вы. Вы глубоко знаете, что вы хотите. Вы глубоко знаете, что вы можете. И поэтому ваши аплодисменты сам себя. Это самые важные события каждого дня. И сейчас я вам. Арифлейм номер три. Спасибо вам большое. Но я тоже вам поблагодарю сегодня. И еще больше поздравляю. Потому, что, если честно, в Арифлейме есть 60 стран мира. 60 стран мира, да? И в многих странах, когда у нас есть такие встречи, что их не хватает. Их хватает иногда в себе уверенность. Почему? Потому, что они не уверены, что это возможно сделать, что мы говорим, что возможно. И поэтому я вас поздравляю. У вас гораздо лучше ситуация, чем всех остальных консультантов компании Арифлейм в мире. Почему? Не только Россия, страна самая большая в мире Арифлейм, но тоже потому, что у вас есть лидер номер один в мире. Большой аплодисмент для Владимира Ярошевна. И мы его не поздравляем и поблагодарим просто за то, что он есть. Но мы поздравляем и поблагодарим, потому, что это показатель. Это пример, что возможно. Потому, что я хотел бы, особенно тех, которые сейчас через какой-то мобильный телефон смотрят на меня, и, может быть, не верят, что такие деньги есть. Я хотел бы, чтобы вы узнали, что сейчас, благодаря великолепной результате прошлого года, в конце февраля, может быть, марте, я буду послать маленький мейл Юану Розенбергу. И Юану Розенбергу будет послать мейл Юре Михайловичу. И Юра будет послать маленький мейл Юлию Жейку, который там сидит. Юлия, так, пожалуйста. Самый главный человек, который в мире. Почему она самая главная? Она попишет в вашей чеке. В конце февраля, может быть, в начале марта, вот этот мейл Юлий будет поехать по свету в Москве. И там будет написано, пожалуйста, благодаря бонусу 115, давай сделаем маленький выплат господину, паспорт такой-такой, Владимиру Ярашеву на сумму больше 100 тысяч долларов. Понимаете? Поэтому моя первая тема сегодня это почему Арифлейм? Потому что я хотел бы, чтобы все знали, не только здесь в этом сале, я хочу, чтобы вся Россия знала расисты между компанией Арифлейм и другие компании. И это не только 100 тысяч долларов, как дополнительный бонус. Не только эти бонусы от план успеха, а просто дополнительный бонус поблагодаря нас за компанию, того, чтобы он стал номер один в мире в прошлом году опять. Это просто, что это деньги, которые Владимир знал. Он знал, что если я делаю, я получаю. Как вы знаете, если делаете, вы получаете. Арифлейм это не мамбу-дямбу, фокус-фокус. Арифлейм это доверенность, это честность, это надежность. Давай, дай себе аплодисменты. Арифлейм пришла к России надолгосрочно. И поэтому, когда мы здесь говорим, что мы честно работаем, мы честно работаем. И сейчас вы все знаете, что красота из Швеции, о чем мы говорим, наш дом, Арифлейм, куда все приглашаются, все приглашаются. И поэтому у нас есть бизнес больше 60 стран мира. Почему у нас есть бизнес в больших странах, чем 60? Почему мы не только в Швеции? Почему мы не только в России или в странах СНГ, как в несколько других компаний? Потому что мы надежные. Потому что люди могут доверять нашим компаниям. Потому что люди знают, что первые 50 лет это первые 50 лет. И поэтому я хочу, чтобы вы действительно продолжали говорить. А есть компания и есть Арифлейм. Если ты хочешь стабильный, серьезный, надежный партнер по бизнесу, ответ на ваш вопрос, на твой вопрос. Это компания Арифлейм. Единство духа и страсть. Сегодня господин Васильев великолепно об этом говорили. Но мы знаем, что наш дом для всех и для всех возможностей в Арифлейм. И поэтому мы сейчас продолжаем быть компанией для тех, которые хотят быть красивыми. Вы видели сегодня и последнее время в телевидении, что мы опять вкладываем деньги в Россию. Вы знаете, что мы расширим наш ассортимент. Мы сейчас говорим о красотах из Швеции, разработанных в Швеции. Что это значит? Но если мы говорим о продуктах, вы знаете, что когда мы говорим, что наши продукты работают, это реально. Мы не просто так говорим. Почему это легко быть президент компании Арифлейм? Почему это легко быть консультантом компании Арифлейм? Потому что когда мы подойдем к нашим потребителям, которые наши друзья, когда мы говорим о новейдж или о велнес, опять это не мамбу-джамбу, это не хокус-покус, это правду. И это оправдывается, потому что мы работаем с ингредиентами, которые натуральные и которые мы тестировали, исследовали в наших лабораториях. И те результаты, которые вы рассчитываете, которые вы объясните людям, они есть, потому что мы это сделали. Это не мамбу-джамбу, это не хокус-покус. Это не требуется, что я без одежды в инстаграме для того, чтобы вам сказать, что работает. Это работает, потому что у нас есть тест, исследование из лабораторий. У нас есть эксперты, шведские эксперты, которые проверили, что эти продукты работают. и они работают для вас. Это рутинные наборы, которые не только вкладывают ваши кремы на лицо, это наборы, которые серьезно относятся к коже. Потому что на самом деле, сегодня мне спросили вступать перед какой-то мужской форум, который будет в марте месяц. Как мужик иногда легче поговорить о машинах, но просто для того, чтобы мы понимаем, что если мы чистым, моем нашу машину, мы не вот эту мойку, мы это сделаем серьезно, не просто вода, но вода и шампунь, и после этого мы конечно вакс туда поставим, я не знаю если вакс это слово по-русски, вы понимаете, мы серьезно относимся к машине, то же самое орифлейм кожу, мы не просто возьмем дневной крем на кожу, потому что на самом деле это не серьезно, на самом деле мы все знаем, что нам надо иметь особенный чистый кожу для того, чтобы принимать дневной крем, и до этого нам надо иметь особенный крем в тлачках и нам надо работать тоже глубину и поэтому у нас есть серум поэтому когда мы предлагаем продукты Арифлейм это серьезные продукты серьезные продукты которыми мы можем доверять вам не надо быть без одежды в инстаграме для того, чтобы продавать компания Арифлейм потому что здесь не мамбу дямбу это не хокус покус и вам не надо в пластический червоз идти для того, чтобы выглядеть великолепно это кто может доверять Арифлейм красота и швеция это тоже предпринимательство предпринимательство в Арифлейм о чем мы говорили последние три дня почему это отличается почему это другое чем другие компании потому что я тоже следую инстаграм я следую много из вас но я следую тоже по предложениям скажем так от вас несколько лидеров других компаний и я знаю что они не только без одежды но я тоже знаю что это не совсем правда и поэтому я хотел бы что как отличается Арифлейм от других компаний это не только что когда я говорю что мы будем больше 100 тысяч платить Владимиру Ярашеву это потому что я скажу что все что мы обещаем так и будет и мы следуем законы вам не надо бояться что ваш бизнес потеряется может быть план успеха не такой легкий понят но это не сложно для любого объяснить план успеха у нас нет секретов не перед вами нет перед путином или всех других государств России потому что мы знаем глубоко что мы честно работаем и что мы работаем на долгосрочную поэтому вы можете доверять компания РСЕЙМ потому что компания РСЕЙМ надежная и наши предпринимательные возможности они будут сильнее и сильнее еще причина почему Арифлейм но тоже может быть важно для вас знать что сейчас мы говорим много о красоте разработанной в Швеции почему это важно потому что когда мы смотрим как отличается реальная компания Арифлейм от других компаний от продуктов да от предпринимательства да но в целом самое главное здесь это отношение к людьми потому что мы знаем советствуют много много исследований международные что как известно Швеции почему Швеция известна потому что когда международные органы ООН спрашивают люди вокруг света в каких странах вы хотели жить где люди более довольными жизнью где люди доверяют друг друга больше где возможно быть предпринимателем где возможно быть свободным где возможно быть богатым это наша порта и поэтому это важно что мы об этом говорим и это не значит что тебе надо быть шведом для того чтобы работать в Арифлейм потому что если работать в России лучше быть русским но здесь вопрос о отношении естественно мы просто хотели для того чтобы это стало понятно что наши отношения к каждому новому человеку который сегодня подпишет контракт с компанией Арифлейм они должны чувствовать что они важны каждый человек для нас важны и мы будем честными с ним с ней мы будем надежны с ними и мы будем каждый человек уважать и мы будем сделать все возможно чтобы каждого человека в нашей компании имели возможности несмотря на религию несмотря на национальность несмотря на какой десык человек говорит и несмотря в какой стране человек живут Арифлейм интернашн это международная компания которая для всех вы представители международная компания которой люди могут доверять я вас поздравляю но я уже сказал что наш бизнес простой но нелегкий сейчас я сказал вам очень коротко вы наверное гораздо лучше чем меня можете объяснить людям почему Арифлейм но дальше когда я вам скажу почему компания Арифлейм вопрос до сих пор стоит наш бизнес простой но нелегкий если честно это о чем речь ситуация такая что это не первый раз когда мы здесь на этом селе и наверное не последний о чем я хочу сейчас с вами поговорить я хочу поделиться потому что наш бизнес простой но нелегкий когда я начал в Арифлейм 97 года можно сказать что бизнес был легкий Арифлейм оборот где-то 300 миллионов первый раз когда мы сюда попали 2001 году наш бизнес уже где-то 50% больше те которые сюда приехали мы были в этом сале мы прыгали хлопали выпили гуляли танцевали потому что мы были такие рады в 1965 году я стал гендиректором компании Арифлейм тогда оборот был где-то 600 миллионов уже два раза больше и я был очень доволен очень рад опять тригод курят ассават выпиват огромное себе уверенно потом были несколько лет когда у нас бизнес просто очень удачный просто очень удачный и в 1960 год может это 5 лет потом мы продавали за полтора миллиарда евро представляете какая с целью уверенность у меня была ужас это очень приятное чувство когда ты чувствуешь что ты все можешь все что ты трогаешь это слово ты начинаешь думать что вау какой я классный потом получил от нескольких проблем мертв рубль крем украина и вдруг продажа в странах СНГ 50% меньше оборот компании вдруг 6 миллиард 250 вау себе уверенность никакой не верил не понял просто все было о том что сократить увольнять чувство себя неудачным потом где-то в 12 году надо думать о бизнесе что надо реально делать потому что это одно сидеть и плакать это тоже возможно но это не дает ничего поэтому надо подумать и поэтому я получил только что какой-то мейл Юра Михайлов где он написал что был какие-то мейл в 12 году 12 году и в 12 году мы решили что наши лидеры недостаточно срабатывают поэтому у нас проблемы поэтому мы пересделали план успеха в 13 году потом мы поняли что это не было достаточно пересделали опять в 14 году потом поняли недостаточно опять в 16 году Потом поняли, ой-ой-ой, сложно, средний заказ такой маленький, надо поднимать его, потому что люди не срабатывают до сих пор Поэтому мы нашли возможности, если поняли, что если мы имеем акцент на средства ухода за кожу и wellness, и люди начинают это потреблять и продавать Тогда средний заказ у каждого человека будет подниматься, и тогда они будут срабатывать больше Почему я вам сейчас скажу об этом? Потому что первый мейл в 2012 году, потому что плакали где-то полтора года Потом поняли, что надо что-то делать Потом первый шаг, который мы сделали в 2012 году, реально в 2013 году, и только в 2017 году мы опять видели рост Почему я с вами сегодня поделюсь с моими личными проблемами? Потому что у каждого успешного человека есть разные волны И волна иногда помогает и иногда мешает Поэтому так важно, что когда у нас есть такая встреча, что мы понимаем, что мир меняется постоянно Нам надо быть готовы пересмотреть свой бизнес Какие мы хорошими были вчера, это не значит, что мы хорошими, красивыми и богатыми будем завтра Поэтому нам надо постоянно быть готовы на изменения Но если честно, сейчас, если я сравняю 17-й год Магнус Брянского и 10-й год Магнус Брянского Я имею гораздо больше в себе уверенность сейчас, чем раньше Почему? Потому что когда ты пройдешь серьезные волны Когда ты чувствуешь, что здесь мир против тебя И когда ты сам сидишь и думаешь Учишься от других людей, смотришь, попробуешь И потом ты получаешь чувство Видение, что у меня есть маршрут впереди Тогда ты станешь самым сильным человеком И поэтому сейчас, если честно Я чувствую себя более сильным, более крепким, чем никогда в Арифлеме Потому что мы все прошли И сейчас я знаю, что нам надо делать Мы знаем, куда мы идем Мы знаем наш маршрут Простой, но нелегкий Мы знаем, что наш будущее сейчас Мы знаем, что нам надо быть уверены в себя И нам надо знать свою презентацию Я, например, сейчас забыл два слайда, которые у меня были Но у меня такая слабая уверенность Это ничего Значит, забывайте, о чем я говорил последние пять минут Нет, на самом деле Последняя причина, почему компания Арифлейм Почему вам надо сказать, что компания Арифлейм для вас и для других людей Это не только потому, что хорошие продукты Хорошие предпринимательские возможности Это тоже потому, что мы получаем сейчас награждение всех других компаний Потому что, когда всех другие компании встретились для того, чтобы определить Кто мы хотим управлять нашу индустрию в ближайшие три года Они выбрали вас Они выбрали компанию Арифлейм Вам надо гордиться, что сейчас глава Ассоциации премьер-продаж мира Это компания Арифлейм Это вы Это не мамбу-джамбу Это не хокус-покус Как вы видите Это президент Амвей, который передал нам Председательство Это ваше председательство Гордитесь, дамы и господа Гордитесь, дамы и господа Потому что это очень надежно Это понятно, что не только в странах, где Арифлейм существует Даже в этих странах, где мы пока Где мы пока нет Они нас видят И поэтому Вот этот Один из лучших причин Потому что когда мы говорим США, Бразилия, Япония Вестафрика, Азия и так далее Мы придем к вам И мы придем как победители Но наше время сегодня Наше время сейчас Как я сказал вам, что мы знаем сейчас маршрут Мы знаем, что делать Нам надо здесь просто действовать Как я сказал, что наш путь Не легкий Но может быть простой Простой почему? Потому что когда мы видим вокруг себя Несколько объективных причин Мы видим сейчас Что наш бизнес действительно во время Например, если посмотрим Что наш будущее уже здесь Если посмотрим Эту новую деловую экономику О чем все говорят сейчас Все говорят о Uber Вы попробовали Uber, да? Да, вы попробовали Вы слышали Airbnb Да, вы слышали Air Dining Слышали, да? Ну может быть вы не слышали Air Dining это что? Ну например, да Если я была бы Красивая молодая девушка В Москве Я может быть не очень хочу Сидеть дома Или почему я так говорю Если я был бы Молодой парень В Москве И может быть Я не хочу Подготовить еду для себя Потому что скучно Сейчас в Стокольме Для тех, которые молодые Или не только для молодых Просто тех, которые не хотят Просто подготовить еду для себя Они могут в интернете Просто сказать следующее Сегодня вечером В адрес проспект Ленина 12 квартира Предлагается лазанью Со 100 рублей У меня есть 10 мест Подпишите, пожалуйста И приходите И потом люди приходят домой ко мне Я подготовил лазанью Я им предлагаю Они мне платят Мы кушаем И может быть Они дополнительные деньги Я предлагаю вино И если встречаемся С новыми людьми И так далее Air Dining Деловая экономика Место кушают отдельно Мы кушаем вместе Что здесь происходит реально? Что повар Реально делает? Сорабатывает? Да, сорабатывает Но реально Что человек делает? В принципе Повар предлагает Другое слово Продает Лазанью Потребитель Правильно? Что это значит? Повар Продает Потребитель Пре-мы-про-даш Поэтому сейчас Дамы и господа Если вы раньше думали Что премьер-продаж Это бизнес Для тех Которые имеют Ну как старая бабушка В сумках С сумками Не старая бабушка В сумках Старые бабушки С сумками Это совсем Может быть Было правильно Но сейчас Это действительно Неправильно Сейчас Водитель Ибер Это премьер-продаж Airbnb Это гостиницный Менеджер Премьер-продаж Air Dining Это премьер-продаж Все будут работать В премьер-продаж Все И поэтому Когда мы сейчас Говорим о конкурентах Мы не говорим О Avon Envoy Enel Или что-то Мы говорим О всех Все наши конкуренты Все наши конкуренты Понимаете Все Но Как отличается Наш бизнес Если я Подготовлю Лозанью У меня 10 мест дома Я предлагаю 100 рублей Да Может быть Я могу Поднимать Там стоимость Если хорошую Пасту Потому что После ужина Все будут там Сказать Если хороший Ужин Или нет И может быть Я могу Поднимать Там На 5 рублей И может быть 6 Но Если честно Как повар Как Прямой Продавец Это Нелегко Улучшить Мои Соработки Несмотря Я стал Супер Поваром Потому что Сколько Еды Сколько Я Сорабат Как Отличается Компания Росейн Конечно Отличается Потому что Тем лучше Вы станете Сколько Больше Людей Вы поделите Ваш опыт Тем больше Вы Будете Сорабатывать Поэтому Наш Бизнес Тоже Конкурирует Со всеми Новыми Метами Прямой Продаж Наш Адреналин О чем Мы говорили Только что Это Для того Чтобы Мы пригласили Больше Людей И вы Будете Согласно Плану Успеха Который Вы Услышали Сегодня Презентация Была Хорошая Вы Понимаете Что Если Я приглашаю Первый Человек И первый Человек Приглашает Второй Человек И третий Четвертый Человек И потом Я тоже Сам Сделаю Еще Пять Раз Я получаю Великолепный Свет Где Возможность Срабатывает Просто Увеличится 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 И я Работаю С мозгом Я не Работаю По часам Я Работаю В Голове И тем Больше Я знаю Тем Больше Будет Срабатывать Поэтому Арифлейн Это Ответ На Великолепные Возможности Будем Но Как Владимир Ярашев Вам Сказал Если Вы Приглашаете Людей Согласно Этого Если Будем Конкурировать С Эрдайнинг И так Далее Нам Надо Быть Уверены Что Это Должно Стоит Для Людей Если Вы Приглашаете Людей Вам Надо Их Учить Как Срабатывают Деньги Потому Что Как Мы Узнали В 12 году Для Того Чтобы Быть Успешным В Прямой Продаж Нам Надо Сорабатывать И Сейчас У нас Есть Великолепный План Успеха Нам Не Надо Менять План Успеха Но Нам Надо Сделать Наши Структуры Так Что Мы Сорабатывали Я Не Могу Вам Сказать Сколько Вы Все Сорабатывали Но Если Вы Видели Мою Картину Если Я Могу Вам Показать Вес Лист Список Консультантов Лидер Даже Среди Топ 15 Мира Есть Огромные Разницы Сорабатки Как Люди Строили Свой Бизнес Несколько Строили Как Например Владимир Ярошев Они Строили Великолепный Сет Они Работали Так И Они Работали Так И Поэтому Они Сорабатывают Миллионные Доллары В год Понимаете Ребята Это Разница Между Как Я Строю Бизнес Аплодисменты Должно Быть Потому Что Если Мы Хотим Конкурировать И так Далее Если Я Стою На Этом Сене С Огромным Себе Уверенность Знаю Что Мы Делаем Правильные Вещи Если Мы Стоим И Знаем Что Делать Это Важно Что Мы Предали Всем Другим Потому Что Наш Бизнес Стоит На Фундамент Коммуникации И Поэтому Я Сделаю Вам Маленькие Тоги Что Арифлейм Будет Делать Где Вы Видите Где Наш Фокус Где Ваш Фокус Должно Быть Если У Вас Есть Фокус На Те Продукты На Те Категории Которые Действительно Дает Людам Лучшие Соработки Вы И Ваши Люди Будут Сорабатывать Средства Похода За кожей Велмер Это Должно Быть Стоит Сегодня Великолепная Презентация Люба Просто Великолепная Презентация Великолепная Великолепная Сорабат Сорабат И Если Ваши Люди Сорабатывают Они Будут Съезд Навсегда И Ваш Бизнес Будет Великолепный Лучше Красивым И Очень Богат АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Мы Уже Определили Вы Лучше Чем Арифейм Даже Если честно Что Вот Новый Мир Новый Мир Мы Пока Не Там До Сих Пор Мы Говорим Оонлайн Оффлайн Мы Уверены Что Будущие Таких Словах Не Будет Это Только Мы Такие Старые Медведи Которые Так Думаем Будущие Мы Не Видим Разницы Нам Надо Найти Наши Возможности И Пользовать Все Инструменты Это Значит Те Инструменты Которые Соединяют Нас В Соц Медах С Новыми Людми Нам Надо Пользовать Те Инструменты Когда Мы Встречаемся В разных Конференция Для того Чтобы Передать Чувство Культура И Наш Тоговый Марк Здесь Есть Огромные Возможности И Если Честно Это Будущая Гигиена И Медвозможности Работать И В Виртуальном Мире И В Реальном Мире И Конечно Вари Флейм Мы Мы Тоже Поняли Если Мы Будем Конкурировать Со Всеми Нам Надо Дать Каждый Человек Если Мы Говорим Так Честно И Долго О том Что Нам Надо Быть Особенно Для Людей Конечно Каждое Чувство Каждое Отношение Между Нами И Нашими Потребителями Должно Быть Опыт Чувство Который Мировой Класс Это Не Только Ответственность Компании Это Тоже Ваша Ответственность Когда Люди Спрашивают Если Вы В чате Если Они Ваш Спрашивают Что-то Нам Надо Каждый Человек Ответ Нам Надо Каждый Человек Тренировать Если Если Честно Это Важно Будущий Что У Нас Нет Имеет Презентация Когда Мы Говорим Что Мы Подписали 100 Человек Но Только 70 Человек Стартовали Вот 30 Человек Которые Регистрировались И Потом Не Начали Почему Они Регистрировались Почему Они Не Стартовали Может Быть Они Просто Не Достаточно Внимание Получили Мы Знаем Что Большинство Людей Которые Уходят Компания Они Уходят Потому Что Никто Не Слоню И Поэтому Важно Что У нас Есть Такая Система Торговая Марка Компания РФЛ Это Наша Компания И Как я Сказал Вам Отличается От Других Компаний Мы Имеем Другое Отношение Компания Доверность Честность Надежность Поэтому Я Чувствую Что У нас Есть Очень Светлое Будущее Но Самое Интересное Я Считаю Что Будущее Уже Здесь Сейчас АПЛОДИСМЕНТЫ Но все равно Наш бизнес Постое Но Нелегко АПЛОДИСМЕНТЫ Как всегда Самый главный Мотиватор Уже сказал Это Я Для себя Самый главный Мотиватор Для вас Это Ваше Не забывайте Пожалуйста Каждое утро Перед Церкалом Когда Встречаюсь С президентом Вашей жизни Чтобы Чтобы Ему Или Ей Сказали Хочу Могу Я лучше Поверьте Меня Поверьте Мне Что Ни одного Человека Включаю Меня Владимир Ярашин Йоган Юра Все Иногда Может быть Даже Часто Спрашивают Могу Или я Это Делать Или Это Нормально Этот Вопрос Очень Важный Но Это Тоже Важно Что Мы Понимаем Что Самый Главный Для Того Чтобы Управлять Сам Тебя Это Тоже Я И Поэтому Это Важно Что Мы Управляем Сам Тебя И Что Мы Учимся Что Мы Узнаем Возможность Других Людей Но Тоже Что Мы Верим В Себя И Это Не так Легко Не Всегда Но Если Честно Вы Все Сюда Пришли Или Приехали Вы Этот Бизнес Можете Делать Нет Одного Человека В этом Сале Который Не Может Верить Наш Песня Ни Одного Человека В этом Сале Которые Не Могут Быть Или Стать Солотым Сафиром Бриллиантовым Исполнителем Или Даже Президентом Я Просто Хотел Бы Чтобы Вы Верили В Себя Как Я Вас Верю И Помимо Неправильно Если Вы Просто Продолжаете Делать Что Вы Делаете Несмотря На Время Рано Или Поздно Успех Будет У вас Я Начал Перестройку Себя В Двенадцатом Году И Получил Чуть Чуть Успех В Семнадцатом Году Пять Лет Может Быть Я Медленный Человек Может Быть Быстрее Или Может Быть Нет Но Если Вы Хотите Вы Можете И Несмотря Время Рано Или Поздно Успех Будет Ваш Не Собывайте Каждое Три Слова Президентом Могу Хочу Я Лучше Спасибо Вам Большое АПЛОДИСМЕНТЫ